7 привычек, которые сделают вас счастливой. Сегодня поговорим об этом. Действительно очень интересная тема. Постараюсь коротко каждую привычку интерпретировать, объяснить, что я имею в виду, говоря о той или иной привычке. И прежде чем мы это сделаем, я, конечно, хочу напомнить вам о том, что каждый месяц у нас проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Поэтому переходите по ссылке сразу после просмотра этого ролика и регистрируйтесь. Курс длится у нас две недели, поэтому будет очень много полезной информации. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Сразу после просмотра проходите регистрацию и присоединяйтесь. Так вот, давайте пробежим по этим привычкам. Я их себе выписал и буду зачитывать для вас и немножечко давать пояснение. Первая привычка – не ждите от людей первого шага, действуйте так, как чувствуете. Это действительно позволит каждой из вас приблизиться к состоянию «Я хозяйка своей собственной жизни». Вот очень многие люди, девушки особенно, задают вопросы. Марк, можно там писать первой жене, мужчине? А можно ли мужчине подарить там такой-то подарок? А можно ли мужчине делать комплименты? А можно ли мужчине показывать, что ты в него влюблена? А можно ли мужчине говорить о том, что ты по нему скучаешь? Ну, куча вопросов каких-то. Слушайте, не нужно ждать от своего окружения, от своего мужчины или не от своего, от мужчины, с которым вы только пытаетесь построить отношения. От своих родителей, от своих подруг, от своих друзей, от своих близких какого-то первого шага. Если вы чувствуете, что вы хотите позвонить, звоните. Вы хотите встретиться, встречайтесь. Вы хотите признаться в чувствах, признавайтесь. Если вы хотите поделиться какими-то эмоциями, сделать что-то приятное человеку, не ждите ничего. Для чего вам это нужно? Но все-таки способность любить и транслировать любовь, она заключается в том, чтобы действовать безусловно. Вне зависимости от того, транслирует ли в ваш адрес подобное поведение. Поэтому примите эту рекомендацию, освойте эту привычку. Действительно не ждать от людей никакого первого шага. Принимайте решение самостоятельно и действуйте так, как вы чувствуете. Тогда вы посмотрите, как жизнь начнет преображаться. Второй очень важный пункт, очень важная привычка, которую, конечно, каждая женщина должна применять в своей жизни, это не ждите от людей определяющих решение. И принимайте решение самостоятельно. Очень часто бывает так, что женщина, например, находясь в отношениях с мужчиной, не может принять решение разводиться, с ним уходить от него. По той причине, например, что он не решается на подобный шаг. Тебе не нравится уходить, тебе не нравится подавай на развод, тебе не нравится то, принимай решение сама. И многие женщины действительно ждут какой-то отмашки, какого-то одобрения на то, чтобы поменять свою жизнь к лучшему, принять какое-то решение. То есть не нужно ждать, что жизненно важное решение будет принимать за вас кто-то другой. Если вы видите, что вы не можете быть счастливой в отношениях с мужчиной, он ничего для этого не делает, либо у вас не получается, и вы просто-напросто уже умерли в этих отношениях, не нужно ждать решений, исходящих от другого человека, принимайте их самостоятельно. То же самое касается не только отношений с мужчиной. Когда вы научитесь брать ответственность за определяющие решения в своей жизни, вы удивитесь тому, насколько она красива и прекрасна. Когда вы перестанете соответствовать ожиданиям своей мамы, своего папы, когда вы перестанете жить их решениями. Мама решила, что вы будете бухгалтером, папа там хочет, чтобы вы были в полиции служили, еще что-то. И вы пытаетесь всю свою жизнь выстраивать исключительно на те решения, которые кто-то за вас принимает. Как только вы научитесь самостоятельно принимать определяющие решения в жизни. Что такое определяющие решения? Это когда совершенно в ином направлении начинает развиваться ваша жизнь. Это когда качество жизни меняется полностью. Это когда вы понимаете и осознаете, что есть две большие разницы, два полярных состояния. Как я жила до и как я живу после. Как я живу сейчас и как я могу жить. То есть, вот эти определяющие решения, они очень важны для каждого человека. Я уверен, что даже если мужчина просмотрит это видео, и оно будет для него полезно, если он начнет применять подобные принципы в своей жизни и сделает это своими привычками. Еще раз повторяю вторую привычку. Не ждите от людей определяющих решений. Принимайте решения самостоятельно. Это поможет вам стать счастливой женщиной и прожить свою жизнь в удовольствии, в радости и в наслаждении. Третья привычка, которую необходимо освоить абсолютно любой женщине. Это просто основа основ. Не выпрашивайте у людей внимания и любви. Любите себя и будьте внимательны по отношению к себе. Все. Еще раз. Не выпрашивайте у людей внимания и любви. Любите себя и будьте внимательны к себе. Вот задумайтесь просто. Сколько лет вы потратили на то, чтобы заслужить любовь, например, своего мужчины? А сколько лет вы потратили на то, чтобы заслужить уважение своей мамы или своего папы? А сколько лет вы потратили, чтобы вами восхищалась ваша сестра или брат, или ваша подруга? Может быть, вы попробуете пожить немного так, чтобы вы сами собой восхищались? Может быть, вы поживете немного в любви к себе и перестанете вымаливать ее и выпрашивать у тех людей, которые ее не способны дать? Они такие, они другими уже не будут. Вы обратили внимание на то, что все ваши попытки вымолить, выпросить любовь и уважение, они ни к чему хорошему не привели. То есть, результата никакого нет. О чем это говорит? О том, что эта привычка вымаливать, выпрашивать любовь, выпрашивать внимание, она никаким образом не эффективна. Она не несет никакого эффекта, никакой пользы. Поэтому возьмите это на заметку и сделайте этот принцип действительно своей привычкой. Не выпрашивать любовь и внимание. Любить себя и быть внимательной по отношению к себе. Четвертая привычка, четвертый принцип, о котором я хотел сказать. Я здесь повыписывал их себе, даже такими, знаете, пометочки бриллиантиками такими сделал, потому что действительно бриллиантовые правила, даже не золотые, наверное. Четвертое правило. Не позволяйте амбициям людей уничтожать вашу самооценку. Еще раз. Не позволяйте амбициям людей уничтожать вашу самооценку. Очень часто, практически всегда, самооценка женщины рушится, ударяясь и сталкиваясь с амбициями других людей. Это и мужчина, который рядом находится, и окружение женщины. Начиная от близкого окружения, то есть это ее семья, мамы, папы, братья, сестры, подруги, коллеги по работе. Ну и, конечно же, это мужчина, который находится рядом. Каким образом амбиции вашего окружения, вашего мужчины могут уничтожить вашу самооценку? Вы можете много планировать, вы можете много мечтать, вы можете ко многому стремиться, вы можете делиться своими целями, своими какими-то планами. Но эти амбиции вашего окружения, они как волнорезы, как некая преграда, колуны такие. Они просто берут и раскалывают все то, что вы пытаетесь донести до людей, свои ценности. Раскалывают напополам и возвращают вам уже в таком испорченном состоянии. То есть, где-то, возможно, ваша мечта является чем-то заоблачным для, например, вашего отца. И ваш отец считает, что ваши мечты – это полнейшая чушь. Или, например, ваши планы в личностном росте вызывают у вашего мужчины насмешки. И он начинает высмеивать их, говоря о том, что ты вообще в своем уме. Да, то есть, естественно, это все разрушает вашу самооценку. Поэтому это должно быть вашей привычкой. То есть, нельзя позволять своему окружению уничтожать вашу самооценку своей неготовностью принимать ту или иную информацию. То есть, амбиции могут просто-напросто уничтожить вас как личность, уничтожить ваши планы, уничтожить ваши цели. Поэтому будьте внимательны. Если вы вот такую привычку действительно освоите, это станет частью вашей жизни, я думаю, что и качество жизни улучшится в разы. Следующая очень интересная привычка, которую я бы хотел вам предложить, ввести, интегрировать, я бы сказал, в свою жизнь, это привычку прислушиваться к себе, не просто прислушиваться к себе, а прислушиваться к себе и любить только тех, кто любит вас. Все. Вот это такая, знаете, генеральная уборка. Я просто делаю своей привычкой любить тех, кто любит меня. Больше никого. То есть, я люблю только тех людей, которые меня любят. А как я понимаю, что они меня любят? По поступкам и действиям. Когда в жизни женщины, представляете, вокруг вас может быть несколько десятков людей, из которых может быть и сотня, из которых вы выбрали наиболее значимые фигуры, любовь, которых вы пытаетесь заполучить. А этого как бы не происходит. Представляете, сколько энергии тратится, представляете, сколько сил, сколько женственности, как самооценка страдает, психика ваша, как страдает вообще ваша женская природа. Поэтому, как только вы прекратите тратить вот эту энергию на тех, кто вас не любит, вы посмотрите, как вы быстро будете наполняться, как вы поменяетесь внутренне, как вы будете преображаться. От вас будет совершенно иная энергия транслироваться. То есть, вы будете чувствовать себя совершенно иначе. Поэтому вот эта привычка любить только тех, кто любит вас, она уникальна, потому что многие женщины все-таки предпочитают любить и ценить тех, кто не любит их. То есть, у вас такая привычка, у женщин. Относиться по-человечески к мужчине, которому плевать на вас. То есть, вы его любите, а он у вас ноги вытирает. Относиться с уважением и любить тех подруг, которые вам, подруги, только когда им удобно. То есть, в принципе, это достаточно распространенная картина. Поэтому, если вы возьмете такую привычку на заметку, это будет очень здорово и классно. Следующая ошибка, ошибка, привычка шестая, это звоните и пишите только тем, кто рад вам и кого вы рады слышать. Вот мы берем телефон в руки и возьмите телефон в руки и посмотрите, кому вы чаще всего звоните. Людям, которые подвергают вас критике какой-то. Людям, чье расположение вы пытаетесь заслужить или людям, которые вам искренне рады. Вот, побудьте честны с собой, не нужно ничего придумывать, не нужно ничего усложнять. Возьмите и откройте свою телефонную книжку, свои контакты и посмотрите, кто там. Понятно, что там есть контакты рабочие, какие-то просто знакомые. Возьмите самое близкое окружение людей, с которыми вы общаетесь. Это люди, которые вам рады или это люди, которые не очень радуются вашим звонкам, вашим сообщениям. Я здесь, конечно, в первую очередь намекаю на отношения с мужчиной. Когда вы пишете мужчине, то он занят, то еще что-то, то третье, пятое, десятое, то он уехал, то у него дела. То есть вы постоянно навязываетесь. Такое ощущение, что вам и не рады там. Но задумайтесь, нужны вам такие отношения, нужен вам такой мужчина. Нужна вам такая связь с мужчиной, где вы постоянно в позиции заслужить, в позиции вымолить. То есть возьмите себе такую привычку на заметку. Звонить только тем, кто рад вам, кому вы рады. Ну, знаете, есть такая там, стучите и отворят вам. Вот седьмая привычка. Стучите в те двери, за которыми вас ждут. За которыми вас всегда рады видеть. Потому что когда вы стучите в те двери, где вам не рады, ну как бы вы разрушаете. И, соответственно, стучите в те двери, где вам рады, и уходите от тех дверей, где вам не рады. Я, когда сам начал применять эти принципы в своей жизни, когда начал эти принципы внедрять в свою жизнь, да, из моего окружения выпало очень много людей. Да, у меня сузился круг тех людей, с которыми я обычно взаимодействовал. И страдаю ли я от этого? Конечно же, нет. Я, наоборот, стал гораздо более счастливым и наполненным человеком. Потому что я четко понимаю, что то окружение, которое меня сейчас окружает, оно, в принципе, делится со мной такой же энергией, качественной, которую я отдаю своему окружению. И эти привычки, они, в принципе, будут полезны не только для женщины, но и для мужчины. Но в любом случае я хочу, чтобы вы понимали, что до тех пор, пока вы не начнете видоизменять свое мировосприятие, до тех пор, пока вы не начнете видоизменять свое отношение к себе самой, пока вы не научитесь транслировать в свой адрес уважение, любовь, заботу, бережное, трепетное отношение, никто вокруг не начнет этого делать. Потому что вы так хотите. Невозможно, понимаете? Вы когда-нибудь видели помещение грязное, в котором натоптана грязь, какой-то мусор валяется, и по этому помещению все ходят в обуви. А тут какой-то придурок зашел, решил разуться и походить там в чистых белых носках. Ну, допустимо такое? Нет, конечно. Нет, конечно. Если я захожу в помещение, в котором все грязно, я буду ходить в обуви. Если я зайду в помещение, где все очень чисто, я, естественно, сниму обувь и буду ходить таким образом, чтобы не напачкать там. Поэтому задача абсолютно каждой женщины относиться к себе и к своему разуму, и к своей самооценке, и к своей душе, и к своим чувствам, и к своему телу как к самому настоящему храму, в котором нужно и требование каждого посетителя этого храма. Это что? Это определенные морально-нравственные устои, это определенные ценности. А ценности эти откуда появятся у человека, который находится рядом с вами? Он-то может быть и хотел бы стать другим, но он понимает, что смысл. Зачем, если мне позволяют здесь быть ненормальным, неадекватным, вести себя непонятно как? Поэтому примите к сведению эти привычки, вводите их в свою жизнь. Если не получается делать все сразу, если не получается осваивать все привычки, то внедряйте по одной, внедряйте по две. Но в любом случае не стоите на месте. Рассуждения, еще раз повторюсь, я постоянно об этом говорю, рассуждения никого не привели ни к какому результату. Можно рассуждать бесконечно, можно брать и делать. Брать и делать, менять свою жизнь, в первую очередь менять отношение к себе. Мне очень верится, я надеюсь на то, что каждый из вас, кто просмотрел это видео, примет для себя самое главное решение начать любить себя в первую очередь. Ценить себя и уважать. И тогда, видя вот таких женщин, женщин, которые любят себя, женщин, которые ценят себя, у мужчин не будет оставаться другого выбора. Так становиться более осознанными и адекватными. Потому что быть рядом с женщиной, которая себя любит, это ответственность. И кроме ответственности это еще и кайф. Поэтому давайте начинать с себя. Мужчины-то они там на собой поработают. Но не поработают, это их ответственность. Поэтому берите эти привычки на вооружение и пользуйтесь ими. Но я, конечно, напоминаю о том, что вот эта самая главная привычка женщины любить себя, она достаточно сложно формируется. Мы помогаем это сделать на нашем бесплатном онлайн курсе. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Поэтому, если у вас желание есть прокачать любовь к себе в первую очередь, проходите регистрацию сразу после просмотра этого ролика. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами был Марк Бартон. До скорых встреч и пока-пока.